Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости понедельника 16 ноября. Новые ограничения ввели в Камчатском крае из распространения коронавирусной инфекции. Теперь находиться в общественных местах детям без родителей запрещается. Исключение – поход в школу, институт и учреждения дополнительного образования. Ограничили и работу системы здравоохранения. Плановая госпитализация и медпомощь, а также проведение медицинских и профилактических осмотров приостановлены. В четверг будет развернут новый моногоспиталь. Долечиваться от ковида будут отправлять в город Елизово. Речь не идет о детях, которые находятся в школе. Речь не идет о детях, которые находятся в детском саду, на каких-то занятиях. Это просто праздно шатающиеся дети, в том числе в большом торговом центре, в магазине, где-то на рынках, на площадях. Их достаточно много, они сбиваются в кучки, стайки, наверное, так можно назвать. И абсолютно без присмотра, просто находятся на этих территориях, начиная по окончании школы и до самой ночи. Мы говорим о таких категориях детей и о родителях, которые в это время не знают, где находятся их дети. В первую очередь это связано с тем, чтобы дети не были инфицированы и дальше не занесли заболевания в школу. Обращать на это внимание пока будем, наверное, в виде замечаний. В дальнейшем ситуация будет откорректирована с учетом того, как развивается ситуация на территории Камчатского края. Два раза больше и быстрее. На Камчатке появилась современная лаборатория, которая способна выдавать результаты исследований на коронавирус в короткие сроки и с высокой точностью. От ручного труда к машинному. До сегодняшнего дня вся диагностика на ковид в регионе осуществлялась вручную. Сейчас процесс автоматизирован. Специалистам необходимо лишь загрузить биоматериал и запустить программу. Ежедневно в лабораторию поступает порядка полутора тысяч лабораторных эпизодов, то есть пациентов, которых мы обследуем не только на коронавирусную инфекцию, но и все остальные показатели. В лаборатории имеется все высокотехнологичное оборудование. И вот эта станция, которая сейчас приобретена по губернаторской программе, это просто сказка, которая поможет нам работать, поможет быстро диагностировать. С мазками и с носа, и рота глотки работают в лабораториях, которые раньше специализировались на анализе крови. Поэтому новый тип биологических образцов приходилось исследовать вручную. С учреждений привозят 20-литровыми ведрами, в которые умещается по 500 проб от одного учреждения. И лаборатория должна оперативно манипулировать своими процессами для того, чтобы выдать положенные сроки. Чтобы выдать результаты в срок, спидцентр перешел на трехсменный режим работы. Каждый длится по семь с лишним часов. Эта станция очень облегчила труд, потому что руками это очень сложно делать. Это очень кропотливая работа, где надо абсолютно за всем следить, за каждым своим движением. И точность анализатора, естественно, выше, потому что, опять же, человеческий фактор влияет. Прибор швейцарский. Стоимость этой микролаборатории – 18 миллионов рублей. Высокопроизводительную технику приобрели в рамках программы «Город для жизни». Лиса Натыпова, Анжела Николюк, информационное агентство «Камчатка». Закончилось строительство домов по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском. Сейчас рабочие заканчивают установку выключателей, розеток и убирают следы строительных работ. Достроены два дома на 270 квартир, подведены теплоснабжение и электричество, идет настройка лифтового оборудования. В начале декабря жилые помещения в новых домах будут переданы на регистрацию в кадастровые органы. После проведения всех процедур ключи от квартир в новостройках получат очередники из сейсмодефицитного жилого фонда. В течение месяца должны завершить проверку, которую проходит инспекция государственного строительного надзора, которая выдает заключение о соответствии построенного объекта. В соответствии с нормами эта процедура составляет порядка 20 дней. По итогам, которые выдаются заключение о соответствии построенного объекта, и происходит выдача разрешения на вот в эксплуатации. Историю легендарной семьи Аграновских расскажут в документальном фильме. Над ним работают альпинист Виталий Лазо, уже известный камчатским зрителям по фильму «Нанга Парбат. Фрирайд в зоне смерти» и съемочная группа информационного агентства «Камчатка». А вот там наверху не пекли победы? Вот и левые. Нет, это все «Ужба». Ага. А вот этот вот? И это пеклини. 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 Это мастер-кандидат, мастер спорта. Людмиле Семеновне Аграновской уже 88. Советская альпинистка и тренер по горным лыжам, она до сих пор занимается с детьми на горе и требует от своих учеников совершенной техники. Дома это заботливая мама и бабушка. О двух сторонах жизни семьи Аграновских и расскажет фильм. Главные герои будут, конечно же, Людмила Семеновна, Ольга Германовна, внуки и будут еще и воспитанники, кто у них еще в 80-х годах занимался, кто ходил вместе с ними в горы еще даже в 60-х годах. То есть съемки будут вестись не только на Камчатке, в Москве, а в Санкт-Петербурге. Альпинист Виталий Лазо – близкий друг семьи. Его идея фильма о династии, с которой началась история альпинизма и горных лыж на Камчатке, назревала давно. Главная героиня фильма – Людмила Семеновна. Первая женщина, получившая звание «Снежный барс» в 1970 году за восхождение на пять вершин высотой больше 7 тысяч метров и также заслуженный тренер России по горным лыжам. Она воспитала несколько чемпионов международного класса, но сама объектив камеры не любит. Ну, наверное, надо, чтобы осталось для истории. Ну, я не ожидала этого, давайте так скажем. Основная часть фильма – интервью. Режиссер Ольга Бородина расспрашивает внуков Германа и Семена о детских воспоминаниях, о дедушке и бабушке, о первых шагах на горных лыжах. Вы спросили, как бабушка? Это одно, да. Я говорю, она добрая, отживчивая и всегда нас любит бесконечно, потому что мы в семье. А именно как тренер – очень жесткая женщина. То есть, когда детишки к нам приходят, они сначала думают, о, баба Люся, такая вся ласковая, любимая. А когда выходит на склон, это уже совсем другой человек, это уже воспитатель. Еще один главный герой фильма – муж Людмилы – Герман Аграновский. Альпинист, заслуженный тренер РСФСР и мастер спорта международного класса СССР предстанет перед зрителями в воспоминаниях его близких. Германа Леонидовича не стало в 1984 году. До титула «Снежного барса» ему не хватило только одной вершины – пика победы. В 2013 году Виталий Лазо по просьбе Людмилы Семеновны отнес туда табличку с его именем. Она очень нежно рассказывает о своих отношениях с мужем. То, что они были инь и янь, то, что они были всегда вместе, как он ей помогал стать великой альпинисткой. Я думаю, она женщина «Снежный барс», первая женщина «Снежный барс», а Герман Леонидович не стал «Снежным барсом», но он сделал все возможное, чтобы она покорила все нужные вершины. Основное место съемок – горнолыжная база «Эдельвейс», где живут и работают агроновские. Семья переехала сюда в 1970 году. Строили своими силами и с помощью альпинистов. На месте снесенных жилых домов даже высадили деревья. Вот они, дома. Но это были дома и дорога. Вот смотрите, вот с той стороны. Это вот где стоит наш дом. А здесь и дома сейчас посносили. Все посносили не в этот, а почти 50 лет тому назад. Кроме свежих съемок, в фильм также войдут кадры из старых документальных лент и архивов. История династии Агроновских уложится в 48 минут полнометражного документального фильма. Премьера запланирована на февраль. Александра Радченко, Алексей Кузьмин, Михаил Москвин. Информационное агентство «Камчатка». На Камчатке прошли соревнования по смешанному боевому единоборству. На открытый кубок Камчатского края приехали 84 спортсмена. При этом боевились при пустых трибунах. Еще, еще, Никита! Хорошо, давай. Еще, еще! 16 человек с Сахалина, 6 из Приморья, 3 из Еврейской области и представитель Якутии. Андрей Лаптев приехал один. Он пытается сосредоточиться на подготовке. До боя даже отказался разговаривать, чтобы не сбивать настрой. Не сдавай еще. Не сдавай еще. Молодец! Да! Молодец! В этом бою Андрей сдался. Проиграл обидно. В первом же раунде. Боя ошибка. Поспешил сильно. Такого не должно было быть. Не знаю. Боя ошибка. Победить в бою можно нокаутом, техническим нокаутом, добровольной сдачей соперника и по решению судей. Именитых спортсменов сегодня нет, поэтому итог раунда предугадать сложно. Ожибки есть всегда. Никогда ничего не идет по плану, все меняется в бою. У взрослых бои длятся три раунда. По три минуты за его ходом следят три арбитра, два рефери и главный судья. В очередном бою раздался вскрик. Судья остановил схватку, но после разбирательства пришлось восстанавливать позицию и продолжать бой. Я смотрю за работой моего рефери. Если он что-то может пропустить, я ему подсказываю. То есть за правильностью его действий. Допустим, если с какой-то позиции ему не видно, а бой надо остановить, я могу остановить бой. Всякие мелочи, то есть элементарно, у кого-то что-то развязалось, выпала капа, то есть... В Амчатской федерации ММА всего три года, поэтому у нас нет бойцов, которые с самого начала тренируются для участия в соревнованиях по смешанным единоборствам. Чаще всего переходят из других видов спорта. Два года назад мы как бы проходили, то сейчас проигрываем этим ребятам. То есть, ну, подготовка всегда была хорошая. Из-за пандемии соревнования проходят в закрытом режиме. Впрочем, даже такой вариант в этом году считают неплохим. В Приморье и на Сахалине бои вообще запрещены. Чтобы бойцы не простаивались в нашем регионе, мы все-таки едем туда, где можно их проводить. Поэтому мы приехали сюда, чтобы и поддержать Камчатку, и своих бойцов тоже держать в форме. С 2013 года уровень бойцов на Камчатке очень вырос. Видно, что очень конкурентные бои. То есть, если так вот смотреть на развитие на Дальнем Востоке, то, конечно, задавал ритм Приморский край сначала. Но сейчас смотрю по всем регионам, как бы более выровнялась ситуация. ММА – один из самых зрелищных и посещаемых видов спорта. Обычно трибуны ревут и участников поверживают очень громко. Без зрителей и этим бойцам сложновато. Заждались, подзаржавели немножко. И сейчас вот входят в свою форму, в выступления и так далее. Показать себя они всегда успеют, потому что все-таки пандемия, она же не бесконечная. Все равно будут соревнования, где зрители будут присутствовать. И, ну, если не сегодня, то, значит, завтра, в крайнем случае, и послезавтра они себя всегда покажут зрителям. Эти соревнования первые за полгода. Следующие городские пройдут в декабре, а в феврале 2021-го состоится уже отборочный этап. Александра Галдина, Алексей Кузьмин. Окрестности Ключевского вулкана стали местом паломничества камчатских фотографов. В социальных сетях почти каждый день появляются новые фотографии и видео лавового потока. Ключевской вулкан продолжает умеренное взрывное извержение. Лавовый поток стекает в сторону станции вулканологов Апохончич. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, взрывы пепла высотой до 7 километров могут произойти в любое время.